Далее мы следуем к еще одной важной особенности мотиву Евангелия от Матфея. Это то, что Иисус и это есть аутентичный учитель. На самом-то деле, если в Евангелии от Иоанна Иисус очень много там рассказывает, с разными людьми встречается, общается им с учениками и так далее, то в Евангелии от Матфея учительская сторона, что Иисус именно учитель, новый учитель, новый Моисей, Он истинный учитель, настоящий учитель. Его интерпретация, Его учения, можно сказать, самые-самые лучшие, за которыми нужно следовать. И вот здесь, в этом Евангелии, обратите внимание, Иисус довольно много учит. Он учит кого? Он учит очень много своих учеников. Он настоящий учитель, и Он учит учеников. Посмотрите внимательно. Нагорная проповедь, пятая глава. «Увидев народ, Он поднялся на гору, и когда сел, подошли к Нему ученики Его». Подошли к Нему ученики Его. В Евангелии от Матфея представлено пять основных блоков учения Иисуса Христа. Пять основных блоков. Мы с вами говорили, что Иисус — это новый учитель, новый Моисей. И раз Моисей пяти книжек, пять книг оставил народу израильскому, так и Иисус здесь, в Евангелии от Матфея, пять его таких книг, пять его речей. Обратите внимание. Первое — это Нагорная проповедь, где Он учит чему? Он учит этики. Нагорная проповедь — это этическое учение Иисуса Христа, где Он поднимает планку закону. И мы можем обратить внимание на следующее в Евангелии от Матфея, вот в этой, в учительской стороне Иисуса Христа, что Иисус учит вот этой этики, или учит праведности, и Он дает таких шесть важных антитез вот в этой Нагорной проповеди, что в законе сказано «не убивай», «не убивай». Иисус учит, что нужно искать примирение. В законе сказано «не прелюбодействуй». Иисус учит о том, что нужно избегать даже мыслей нехороших, неприятных, желаний. В законе сказано «какие существуют процедуры к разводу», а Иисус говорит, что развод ведет к прелюбодеянию. Закон учит «клянись», «делай клятвы». Иисус говорит «вообще не делай никаких клятв», «не давай никаких обетов». В законе есть определенные ограничения к воздаянию за зло. Иисус говорит «никакого воздаяния за зло, не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательством». И в законе сказано «люби ближнего своего, как самого себя», а Иисус говорит «давайте-ка будем любить наших врагов». Получается, вот Иисус новый учитель, истинный учитель, и его учение на порядок выше, чем учение, которое дано было Моисеям в законе. Это не значит, что он отменяет учение Моисея, но его нужно исполнять однозначно, убивать никого нельзя, прелюбодеяние совершать нельзя, разводиться нельзя и так далее. Любить ближних надо, но при этом он говорит, есть что-то более глубокое, вот в этом есть более высокая планка, есть к чему стремиться, и Иисус как раз предлагает к этому стремиться. Более того, в своем учении в Нагорной проповеди он также предлагает не только этические аспекты, но он и предлагает учение о повседневных духовных практиках. Я пишу следующее исследование сейчас на тему повседневной духовной практики первых христиан. На эту тему практически нету исследований, не существует. Она как-то вот индивидуальные практики, ежедневные или повседневные практики, они как-то в пренебрежении, потому что в основном богословские исследования инициированы церковью, они для церкви, и церковь больше всего, конечно, заинтересована церковной жизнью, вот этими аспектами, как ей, куда двигаться, существовать вот наше корпоративное, общинное христианство. Все мы участвуем в богослужениях, в каких-то служениях, которые инициированы церковью. И церковь, слава Богу, очень хорошо делает, что она не следит за каждым из нас, как мы ведем христианскую жизнь вне церкви. В церкви мы на самом-то деле присутствуем, ну, определенное ограниченное количество времени. Ну, сколько времени в неделю мы уделяем церкви? По-разному, у каждого столько, ну, какое-то время, но это не значит 7 дней в неделю 24 часа. Нам и спать надо, нам и о детях заботиться надо, и работать надо, и покушать надо, и о себе, и в магазин, и многие другие. Но кроме этого, есть еще личные наши духовные практики. Когда мы в церкви, мы читаем Библию, если читаем в церкви Библию, или мы вместе молимся, мы вместе поем, прославляем Бога. Ну, вместе в церкви тоже мы в посте находимся, ну, пост — это больше такое индивидуальное. Но Иисус дает учение в Нагорной проповеди об индивидуальных наших духовных практиках. Мы же верим в Бога не только в момент, когда находимся в церкви или друг с другом, как верующие, корпоративно. Мы же остаемся верующими, как говорится, тет-а-тет с Богом, один на один. И вот как проявляется наша вера, то есть какими духовными практиками, что такое духовная практика? Как назвать практику духовную? Это значит, она имеет связь, мы имеем отношение с Богом. Через поклонение мы имеем отношение с Богом? Имеем. Через молитву имеем? Имеем. Через чтение слова имеем? Имеем. Через милосердие, акты милосердия мы тоже имеем отношение с Богом. Через пост имеем отношение? Имеем. И вот Иисус как раз в Нагорной проповеди учит вот этим повседневным духовным практикам. Практика поста, как нужно поститься. И Он говорит, как не нужно поститься, да, как лицемеры, пожалуйста, не делайте это, чтобы все знали о вашем посте. Как нужно молиться? Не на углах улицах, чтобы все там слышали твои молитвы, еще как язычники, многословно, как зарядим молитву, да. Знаменитый пример, то пришли к какому-то известному, по-моему, Джош Макдаул об этом пишет в своей книге, что пришли к нему христиане на обед, и молитва перед обедом там затянули на столько минут, что вся уже эта еда остыла, что, ну, это какая-то, может быть, показная или что. И другой момент – милостыню. Вот он, три духовные практики, что не твори милостыню так, чтобы все видели, делай это тайно, да, чтобы никто не видел. И вот пост, молитва и милостыня – это те наши практики, которые мы делаем сами. Более того, про молитву что он говорит? «Зайди в тайную комнату свою». Что это за тайная комната, о которой говорит Иисус Христос? Это слово, сейчас я вам напишу его по-гречески, чтобы вы посмотрели. Так, вот. Это про милостыню, это когда молитва. По-моему, шестой стих, если я не ошибаюсь, 6-6. «Ты же, когда молишься, войди во внутренний покой твой и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему». В шестом стихе говорится, что это слово называется «тамейон». Я вам сейчас его напишу, чтобы оно было. Так вот, вот это слово по-гречески означает «внутренний покой». Вот здесь перевел Кассиан. В Синодальном – «тайная комната». В РБО в переводе еще какое-то, да, там, наверное. Но это слово обозначает «кладовую комнату». Кладовую, то есть в кладовке. В кладовке нужно молиться, Иисус предлагает. Что это такое? Кладовая – это там, где припасы. Это как раз та комната, где была дверь на замок. Потому что если в кладовой комнате замок не поставить, то очень быстро там ничего не окажется. Потому что семья не только состояла из отец, мать, дети. Там были и слуги, и рабы, и клиенты, и родственники, и кто угодно. Если у этой комнаты не будет двери, то тогда все припасы там быстро исчезнут. А в других комнатах не было, у других комнат не было дверей. И получается, что как раз, чтобы найти настоящее уединение, потому что ты в комнате находишься, все начнешь молиться, все там увидят тебя, что ты молишься. Кто-то там в этой комнате, кто-то другой может находиться, вдруг придет, и все. А вот в кладовку, наверное, надо попросить ключ, чтобы закрыть дверь, туда уйти, чтобы никто тебя не видел, чтобы твоя молитва была между тобой и Богом, чтобы никакого даже вот этого намека на показные молитвы. Это можно проверить в нашей жизни, когда мы молимся вот на людях, и когда мы молимся вот, когда вот мы реально молимся, никто нас не видит. Наверное, мы многие такие высокопарные фразы там и так далее, что молитва, чтобы другие услышали. Нет, мы просто говорим с Богом. И более того, молитва не только включает вот эту вот краткость молитвы, который образец «Отчина ждал здесь Иисус», она указывает на то, что молитва с Богом, она не только мы Ему говорим, а послушать Его. Вот это важно, что Он нам говорит. И вот важный момент такой, что это тезис, когда Бог-то говорит, Бог-то говорит, и наша задача — услышать Его. И вот мы видим в Нагорной проповеди как раз это учение Иисуса Христа не только поднятие планки, и плюс Он, можно сказать, даже критикует опять, да, лидеров, там, фарисеев, книжников, которые и постятся на показуху, и молятся так, и милостыню так, ради того, что Он говорит, что у нас должно быть все так, чтобы никто этого не видел. И мне кажется, вот в этом сути заключается, что делать это на показуху намного легко, везде и в церкви, и где угодно. А вот именно делать это, когда тебя никто не видит, вот это что-то настоящее. Корпоративное тоже имеет свою функцию, и здесь ничего плохого нет. Когда мы вместе и молимся, и милостыню совершаем, какие-то служения делаем, это богоугодное дело. Но вот именно индивидуальная духовная жизнь христианина это та сфера, которую еще исследовать и не следовать. И мы часто думаем, что если мы в церкви сказали, что нужно молиться и читать Библию, и поститься, и прославлять Бога, что все автоматически в воскресенье выбежали из церкви, побежали домой и начали это делать. И если, дай Бог, что в течение недели удастся открыть Библию у кого-то, у большинства христиан, и почитать, и получить какое-то духовное назидание, или собраться и лично помолиться утром, днем и вечером, а первые христиане молились по три раза в день, у них была вот эта молитва «Отче наш», то это замечательно. Еще где-то мы милостыню, как мы говорили, творим, увидели нуждающихся людей, и когда-то еще в пост вошли, и не стали, отказались от пищи ради каких-то духовных практиков, и поем Господу песни, то это вот очень хорошо. И как мотивировать церковь вот к этим вот индивидуальным духовным практикам, и, ну, и, можно сказать, провести исследование, насколько эти практики действительно имеют место в нашей жизни, это такие важные аспекты. Поддержите ТВ-семинари «Молитва и финансы». Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект «Молитва и финансы». Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Нагорная проповедь показывает Иисуса Христа как вот этого Учителя. В 10 главе, в 10 главе, вот эта вторая речь такая важная, Иисуса Христа, Он дает наставление ученикам, как совершать миссию. Это, в принципе, понятно, да, что этика и индивидуальная духовная жизнь, вторая, третий аспект — это совершать миссию, совершать дело благовестия. Это никто не отменял, и это тоже вдохновение для читателей Матфея идти совершать миссию. И мы с вами знаем, великое поручение говорит о том, что нужно идти научить, идя, нужно научить все народы. То есть миссию мы продолжаем совершать. Мы учим, проповедуем об Иисусе, крестим и потом еще наставляем новообращенных. Третья речь такая глобальная Иисуса Христа содержится в 13 главе, где содержится притча о Царстве Небесном. Мы к этим притчам еще обязательно вернемся. То есть в этих притчах рассказываются принципы, как работает Божье Царство. И эти принципы можно оттуда будет извлечь. В 18 главе рассказывается практическая мудрость для общины учеников, как решать конфликты, как решать дисциплинарные вопросы. И это уже важно не только для учеников Иисуса Христа, как Иисус им рассказывал, но уже для читателей Матфея. И современная церковь, кстати, там у Матфея, у единственного из всех евангелистов используется слово церковь в этом Евангелии дважды. В 16 и 18 главах. Так вот, в 18 главе, если не послушает уже двоих-троих присвидетелей, то скажи церкви, и будет он как язычник и мытарь, что свяжете на земле, свяжете на небесах и так далее. И последний дискурс Иисуса Христа или речь Иисуса Христа, это картины суда и избавления. 24 и 25 стих Иисус учит, они к нему приступили, говорят, как будет последнее время, как будет суд и так далее. И Иисус им все это показывает. Получается, что в пяти вот таких серьезных речах он выдает все учение ученикам, что им необходимо для их жизни с Богом. Знать этику, знать миссию, знать принципы царства, знать принципы взаимоотношений в общине и о том, что ожидает учеников в конце. И почему вот эти все пять элементов являются особыми речами, такими Иисуса Христа, мы можем, смотрите, увидеть переходы в конце каждой вот этой речи. Смотрите, седьмая глава заканчивается Нагорная проповедь, 7.28, десятая глава заканчивается, 11.1, тринадцатая глава заканчивается, 13.53, восемнадцатая глава закончилась, 19.1, и двадцать пятая закончилась, 26.1. И везде в конце каждой речи вот такую фразу вставляет Матфей. «И было, когда окончил Иисус, слова эти». Это говорит о том, что это его редакторская задумка показать, что вот речь Иисуса, Иисус ее закончил. Речь Иисуса, Иисус ее закончил. Что это, это, этим он выделяет явно вот этих пять речей Иисуса, показывая его как вот этого нового учителя а-ля Моисей, который дает всем своим последователям необходимое учение для жизни с Богом. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok